Добрый день, уважаемые зрители! Это очередное видео из серии роликов об органическом земледелии. Сейчас на календаре май 2019 года. Предыдущие ролики я снимал за апрель. Хотел вам показать очень интересный огород. Тоже еще один вариант, как можно использовать органическое земледелие. Это огород моей тещи. Она, конечно, тут использует немного не такие подходы, как у меня. Потому что брат моей жены активно внедрял посадку, растение, расстановку своего участка по зепухольцу. Есть немец, автор книг, роликов. И здесь вы видите это сад. Там, если присмотреться, видно инжиры растут. Частично теща их подавала, вишни. Там была раньше холмистая гряда. Более насыпана земля, ветки. Брат женился. Жены переехал в другую местность. Поэтому теща всю эту землю убрала. Такие радикальные методы. И натянули назад забор. Потому что даже забором не было. Переходим дальше. Здесь мы можем наблюдать... Извините, что немножко шуршит. Потому что дождь и под зонтом. Как посажен уже огород. То есть, видно, здесь заканчивается сад, виноградник идет. И грядки, как и у меня. То есть, я перенял такой подход, чтобы садить не целыми там плантациями, а садить вперемежку. Также здесь растет крыжовник. Деревья тоже здесь посажены. И там, где и под деревьями, и сильно близко не садят место, чтобы корни не ранить. И со временем, чем больше эти черешки будут разрастаться, тем больше места будут под ними оставляться. Тут тоже совмещается сад и огород. Как и у меня. В моих роликах. Вы могли это видеть. Там ссылочка есть на экране. Здесь плантация ремонтной клубники. И смородина служит тут ограждением. Дальше вот тут и голый парт, и соседский огород. А здесь тоже интересный такой вариант. Вы видите, как бы ряды идут, посажены различных растений, кустов. Здесь используются и в том числе, и используются здесь и для посадки овощей. Ну, по крайней мере, видно картофель. И тут сидираты активно используются. Они цветут. Поэтому вы можете спросить, почему оставили эти растения и не выкручили. Потому что тоже используются активные сидираты в этой местности, на данном огороде. Ну и если вы вот присмотритесь, видно здесь теплицы. Я покажу вам на задний план. Тоже много теплиц, потому что жители этой деревни занимаются именно земледелием. Имеется плодокон. Тоже здесь видно сад. Вы видите, совмещается с сад и овощи. А вот здесь, вы видите, я повернусь поближе. Отойду, чтобы было дальним планом. Это вот холмистая гряда, которая уцелела. Которую делал брат. А для чего она здесь нужна? Для каких целей используется? Вы узнаете в следующем видеоролике.